Вопиющий случай мошенничества. В четверг поздно вечером к пожилой апотечанке пришел молодой человек и представился сотрудником народного телевидения. Он рассказал пенсионерке какую-то невероятную историю и, воспользовавшись доверчивостью Марии Ивановны, попросту говоря, раскрутила ее на 2000 рублей. Уже после его ухода женщина поняла, что это была уловка мошенника и вызвала наряд полиции. Пенсионерка Мария Ивановна Зуйкова рассказывает, как вечером 17 декабря к ней в квартиру позвонили две женщины, которые начали искать повод зайти в дом. Мария Ивановна не впустила их, закрыла дверь и занялась своими делами. Спустя несколько минут раздался стук в дверь. Подхожу, кто там? Это со студии. А у меня была дверь на цепочке. Я взяла, сняла цепочку. Он зашел, разулся от обув, прямо около порога. Вот. И как шумы у вас? Ну как ваши шумы? Я говорю, шумы стали тише, а батарея греет. Я говорю, батарея греет. Дело в том, что наша съемочная группа бывала в гостях у Марии Ивановны. Снимали сюжет про отопление и гудящий компрессор. Правда, это было полтора месяца назад. Видимо, молодой человек решил этим воспользоваться. Незнакомец поинтересовался, как обстоят дела, затем попросил у женщины посмотреть ее квитанции. Задавал вопросы, трогал батарею и говорил, что обязательно поможет пенсионерке. Ну вот он говорил, 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 а потом говорит, вот деньги, денег, нам надо тысячи. Тысячи? Я говорю, а куда вам тысячи? А сломалась машина там. А потом говорит, а лучше две. Ну две, я говорю, у меня вот последние, я говорю, я купила аппаратуру, у меня вот последние на питание оставила, думаю, буду тянуть как-то до пенсии. Не спрашивая документов, пенсионерка отдала две тысячи рублей незнакомому человеку, поверив ему. Осознав, что ее обманули, она написала заявление в полицию. Злоумышленника видели соседи, они же запомнили его сообщницу, которая ждала в подъезде. Не может быть в телевидении таких бандитов, понимаете? Вот я и дала, другому разве я бы могла дать? А как он сказал, я сразу, я бы и дверь не открыла другому человеку. Еще раз обращаемся к нашим телезрителям с призывом. Будьте осторожны, не пускайте в свои квартиры незнакомых людей, которые предлагают вам странные услуги. И уж, конечно, не верьте, если у вас от лица сотрудников народного телевидения просят деньги или что-нибудь еще.